Все. На этом все. И мы переходим, наконец, к нашему сегодняшнему вебинару. Наш вебинар укладывается, скажем так, в нашу новую рубрику, которую мы называем «План Б». Под этой рубрикой мы будем проводить вебинары, посвященные текущей непростой ситуации. Разумеется, речь не идет о каких-то политических аспектах этой ситуации. Нас интересуют рабочие аспекты. Как именно нам, преподавателям, образованцам, деятелям культуры и так далее, вести себя в данной ситуации. На что мы можем полагаться, на какие инструменты мы можем полагаться, на какие не можем полагаться. Возможно, будем затрагивать какие-то психологические аспекты. Не знаю, если найдем подходящего человека. В планах у нас также пригласить нескольких видных российских вендоров, которые расскажут о своих продуктах российских, с которыми ничего не должно случиться. Об этом я расскажу по ходу нашей презентации. Я хотел бы отметить, что мое видение инструментов для онлайн-обучения и для обучения вообще, на самом деле, онлайн-обучение сейчас настолько неотделимо от обучения вообще, что, может быть, приставку онлайн можно было бы уже и не употреблять. Да, ну просто онлайн-обучение – это такое концентрированное применение некоторых информационных инструментов, которые тоже применяются, но более как бы в менее концентрированном виде в обычном обучении. Поэтому мы говорим об онлайн-обучении. Чем характеризуется современная ситуация? Тем, что некоторые программные обеспечения, некоторые интернет-сервисы нероссийского производства, либо уже заявили, что они с нами, с Россией не работают, либо могут это сделать в любой момент. Мы еще не знаем, как сложится политическая обстановка. Вполне возможно, что те, кто еще не заявил об этом, заявят в ближайшее время. Кроме того, те зарубежные платные сервисы, за которые мы платили обычно просто своей карточкой или перечислением со счетом отсчет, тут тоже могут получиться недоразумения, потому что наши деньги просто не смогут до них дойти. И это тоже вторая проблема. Таким образом, кому-то срочно, кому-то есть время подумать, надо решать вопрос о переходе на российские сервисы. И сегодня мы с вами как раз про это поговорим. Мое описание данной ситуации неполное. Оно отражает мой личный взгляд на данные инструменты. Оно отражает мой личный опыт. Впрочем, я посмотрел и другие обзоры, несколько, три-четыре разных обзоров. И хочу отметить, что все эти обзоры, не увидел ни одного исчерпывающего обзора. Все они, ну, с одной стороны, страдают тем же самым свойством, а с другой стороны, может быть, это и правильно, потому что люди делятся тем, что хорошо знают сами. Итак, о чем мы с вами сегодня поговорим? О вебинарных платформах и платформах для видеоконференц-связи. О мессенджерах, о социальных сетях, облачных офисных продуктах, облачных хранилищ файлов, о сервисах рассылки, о конструкторах сайтов и вообще контента. О ютубе отдельно поговорим, о поиске отдельно поговорим и о сервисах для визуализации. О чем я бы не хотел сегодня говорить, потому что это не совсем соответствует моему опыту, так это о системах дистанционного обучения. Впрочем, с системами дистанционного обучения все более-менее понятно, за исключением вопроса, останется ли Moodle как произведение открытого... с открытым кодом, останется ли в нашей юрисдикции или нет. Вот, я думаю, что выход из этого положения все равно будет. А так-то можно сказать, что системы дистанционного обучения в российском исполнении больше, чем достаточно у нас в России, и тут ничего такого неожиданного не ожидается. Ну что ж, поедем все-таки. Я не буду сейчас говорить Classroom. Вы имеете в виду Google Classroom. Тоже об этом не буду говорить. Я, честно говоря, скажу почему. Дело в том, что я вообще, несмотря на то, что я специалист по онлайн-обучению, наверное, с 25-летним стажем, не очень-то люблю систему дистанционного обучения. Я люблю открытый контент, и на малых группах, малых и средних группах, с которыми мне приходится сталкиваться, этот подход работает на все сто. Я понимаю, что это не исчерпывающий подход, но я сегодня, честно, решил говорить о том, что сам знаю. Вот. Поэтому об этом говорить не буду. Ну, впрочем, я думаю, что вообще цикл вебинаров «План B» моим сегодняшним вебинаром не будет исчерпываться. Мы кого-то еще будем приглашать. За один вебинар в любом случае рассказать это невозможно. Ну что ж, поехали. Вебинарные платформы и видеоконференц-связь. Вы знаете, мой сегодняшний вебинар будет не столько написан на слайдах, сколько показан различными картинками. Комментировать я это буду голосом. Я решил, что так будет нагляднее, нежели писать тезисы прямо на слайдах. Итак, есть ли жизнь без зума? Почему-то, честно говоря, мне это непонятно, в наш предыдущий кризис, связанный с коронавирусом и со срочным переходом в онлайн, масса народу у нас полюбила зум. Зум действительно имеет свои явные преимущества. И одно из этих преимуществ это то, что видеоконференц-связь, именно видеоконференц-связь, а не вебинарная система. Да, вот тут пишут, что так и не успела попользоваться. Ну, нет, на самом деле в бесплатном варианте он пока доступен, неизвестно пока сколько. В платном варианте тоже вроде бы он не отказывался от нас, но платить ему непонятно как. То есть пока работаем. Просто надо иметь в виду, какие альтернативы ему есть. Рассмотрим. Во-первых, есть бесплатные альтернативы и платные альтернативы. На самом деле бесплатный зум – это такой, в общем, на самом деле полуфункциональный продукт. Скорее для совещаний, которые длятся не очень долго и не с очень большим количеством людей. Ну, собственно, нет, про количество людей вполне достаточно. Вот. Что касается платного зума, то тут уже идет конкуренция со вполне конкретными российскими системами, которые, я бы не сказал, что сильно хуже. Дальше. Мы должны понимать, что альтернативы есть в области видеоконференц-связи и альтернативы в области вебинарных возможностей. Вообще, ну, рекомендовали не использовать – это другой вопрос. Понимаете, административные всякие решения, они, конечно, могут быть, присутствуют, да. Я не хотел бы их здесь рассматривать, хотя, конечно, они на нашу жизнь оказывают большое влияние. Я хотел бы здесь рассмотреть чисто технические проблемы и проблемы с точки зрения, вот, что для нас хорошо, а что для нас плохо. Вот. Да, ну, MS Teams тоже может уйти. Это, конечно, альтернатива, но непонятно. Если будет уходить зум, может уйти и MS Teams. Хотя, конечно, компания Microsoft, на мой взгляд, уйдет последней из всего этого ряда. Так вот, я хотел бы обратить внимание, что все-таки между видеоконференц-связью в том виде, в котором она представлена в Zoom, и традиционной вебинарной платформой очень зыбкая граница. То есть в ряде случаев традиционная, ну, скажем, в некоторых своих применениях традиционная вебинарная платформа, она обеспечивает видеоконференц-связь почти в том же объеме и так же хорошо, как и Zoom. С другой стороны, Zoom, если у него некоторые... сделать некоторые настройки, может работать как традиционная вебинарная платформа. Чем они, собственно, отличаются? Отличаются единственной шириной канала связи к вашим студентам, слушателям, участникам курсов и так далее. То есть вебинарная платформа — это асимметричная связь, когда вы, как преподаватель, говорите, а ваши участники курсов слушают в основном. Если говорят, то в основном в чате. Если говорят голосом, то только по разрешению ведущего. А видеоконференц-связь — это более симметричная связь, когда либо вообще нет ярко выраженного лидера, который имеет преимущество при связи, либо этот лидер постоянно дает возможности для выхода в эфир всем, кто присутствует на мероприятии. Вот. Чисто технически тут почти нет различий на самом деле. Вот. Вопрос в подходе. Какой подход лучше применять в обучении? Да и тот, и другой на самом деле. С малыми группами хорошо работает видеоконференц-связь. Опять же, с малыми группами, когда мы разбираем какой-то определенный кейс, когда нужна обратная связь и так далее. Когда речь идет о онлайн-лекциях, конечно, вебинар, традиционный вебинар гораздо лучше. Вот. И его возможности по общению в чате покрывают то, что нам необходимо. Ну, давайте рассмотрим это все по отдельности. Итак, бесплатные альтернативы Zoom в части видеоконференц-связи. Оказывается, что на самом деле не все так плохо. За последнее время возможностями видеоконференц-связи большое количество всякого программного обеспечения и сервисов обзавелись. Да. Вот я тут приведу только пример. Телеграм, ВКонтакте, а также почти любой современный мессенджер и почти любая современная вебинарная платформа даже на бесплатном тарифе. Вот. Я здесь привел пример Телеграма, привел пример ВКонтакта, привел пример Е-класса от гиперметода и привел пример платформы Вебинар.ру. Все они могут ВКС. В том числе на каких-то бесплатных тарифах или на пробных тарифах, что-то вроде этого. Вот. В режиме вебинара ну, почти любая современная вебинарная платформа на бесплатном тарифе позволяет это делать. Обращу внимание... То есть про Е-класс отдельно будет у меня слайд. Обращу внимание на две платформы, с которыми я имел... И мы, наверное, все в Директ Академии имели дело. Это Мирополис, Виртуал Рум и Вебинар Ру. На платформе Вебинар Ру мы сейчас все находимся. А платформа Мирополис, она, ну, скажем так, вторая по значимости и вторая по удобству, на мой взгляд. Платформа Е-класс стоит особняком. Она немножко другая по своей... по своему функционалу, и она проявляет себя наилучшим образом на малых и средних группах, что, собственно, для многих является и нормальным вариантом. Так, тут жалуются, что нет трансляции. Да, тут с бесплатностью, тут разные подходы у разных систем. Вот. Ну, вообще говоря, надо иметь в виду, что, да, если вас интересуют бесплатные возможности, как ВКС, то, ну, практически, как я уже сказал, Телеграм, ВК вполне себе работают. А вебинарные платформы вообще, ну, в общем, они не бесплатные. То есть, если вы реально занимаетесь вебинарами, лучше задуматься вам о платной какой-то системе. И особенно, если вы ведете трансляции, как мы, на большое количество людей. У нас иногда и по 500 человек бывает, и более. Вот. Если же у вас малые группы, то у вас гораздо шире выбор, в том числе и бесплатный. По поводу ИКЛАС, я просто вас отсылаю к нашему первому вебинару в рубрике «План Б», который 24 марта провел Дмитрий Кричман, руководитель гиперметода. Вот. И в том числе там было и про платформу ИКЛАС. Ну, и про многое другое, кстати, тоже. Ну, вот, да, вот тут видно. Ну, вообще, вот вебинар РУ, смотрите, тут предлагает бесплатно и навсегда. Но только специальное предложение до 31 марта. До 31 мая. Видимо, после 31 мая уже навсегда не получится бесплатно. Впрочем, бесплатные возможности вебинаров всегда достаточно низкие. Как мы видим, здесь до 30 участников, до 0.5 – это совсем мало. 0.5 гигабайт для файлов. Это означает, что вы вообще не сможете хранить записи ваших вебинаров на платформе. Вам надо будет каждый раз и быстро их стирать. Ну, а все остальное, как всегда, то есть это, видимо, подойдет исключительно для личного пользования, для репетиторства и работы в очень-очень малых масштабах. Ну, и в средних группах. На самом деле, до 30 участников – это средняя группа. Для стационарной работы в рамках какого-то существующего проекта, уже более-менее среднего хотя бы, это вряд ли пойдет бесплатный вариант. Надо будет подключаться к одному из платных вариантов. Хотел бы отметить, что ценник вебинара RU, он, в общем-то, ну, достаточно высок, но и качество, мне кажется, по сравнению с другими системами достаточно хорошо. Впрочем, если мы посмотрим даже минимальный тариф Zoom, если вы его берете в платном варианте, вот, при нынешнем курсе доллара, то это будет примерно стоить примерно столько же. Ну, плюс-минус, да, плюс-минус столько же. Мирополис. Вот я посмотрел последние их предложения. Вот здесь тоже есть бесплатный тариф, уже 7 гигабайт, но зато всего 10 участников. 10 участников – это вообще ни о чем. Я думаю, что это только для репетиторов и только вот так вот попробовать систему. Вот. На Мирополисе я продолжаю работать не в рамках Директ-Академии, а самостоятельно. Вот. Хотел бы отметить, что по сравнению с прошлым годом, когда состоялся у них полномасштабный коллапс в начале 2021 года, когда они не успели выкатить новую версию, нормально функционирующую новую версию, без флэша, который прекратил существование. Они продвинулись достаточно далеко, но мне до сих пор... Ну, в общем, они так и не устранили некоторые неприятные вещи, которые у них присутствуют. В общем, система спустя почти полтора года после этого происшествия все еще производит впечатление, в общем-то, сырой. Вот. Я слышал про то, о чем вы здесь пишете, и про Google Meet, и про Telemost от Яндекса. Я думаю, что их можно рассматривать все-таки больше в качестве... Про TrueConf слышал, не пробовал. Вот, честно вам скажу, я вообще на самом деле и Telemost тоже не пробовал. Google Meet так когда-то, однажды. Вот. Я думаю, что речь идет о видеоконференц-связи, но по видеоконференц-связи у нас и так много различных возможностей, и, наверное, я бы предпочел в этом случае общение через Telegram. Вот оно там... Вот на первый взгляд все-таки надо работать глубоко, на самом деле, да? Вот. Организовано, на мой взгляд, неплохо. Вот. Если вы работаете глубоко в этом, вам надо погружаться и работать с этим как минимум там полгода, чтобы понять. Потому что если у вас профессиональная работа с вебинарной системой, вас интересует не только устойчивость трафика и не только хорошо ли работать ведущим, но и такие вещи, как удобство работы администратора и владельца системы. А именно как хорошо ведется база данных, как легко можно организовать новое мероприятие, есть ли возможности по каким-то массовым операциям, есть ли возможности по удобному импорту информации и экспорту информации, есть ли возможности по интеграции. Все это надо глубоко на самом деле изучать. Вот. И более-менее глубоко я это знаю по трем системам. Лично в качестве владельца системы это вебинар.ру Мирополис и частично по E-туториум, который, как мне кажется, уже почил, хотя там реально где-то про него что-то пишут, но на самом деле он никогда не был системой, которую бы я рекомендовал на замену этим двум, несмотря на дешевизну. Ну, а к тому же сейчас уже невозможно это рекомендовать, потому что это украинская система. Поехали дальше. Мессенджеры. Ну, тут все совсем неплохо. На самом деле, конечно, Телеграм можно считать не нашей системой, он не находится формально в юрисдикции. Так, я думаю, что выбор площадки зависит от того, какой площадкой пользуется. О, да, вот это на самом деле так. Вот, ну, иногда мы можем каким-то образом на это повлиять, вот, исходя из каких-то стратегических соображений. Вот, а так-то да, часто приходится подстраиваться. Вот, ну, тут есть, действуют факторы моды еще, и действует фактор личного удобства, несомненно. Прекрасно. Я думаю, что ту информацию, которую вы даете в чате, будут тоже иметь в виду смотрящие нас люди. Итак, с мессенджерами совсем не все плохо. Телеграм, конечно, не может считаться стопроцентно с российской системой, но более того, он вроде бы как не российская, несмотря на то, что сделал его Дуров, да, как известно. Но после этого состоялись известные события. Телеграм даже пытались у нас долгое время забанить, но ничего не получилось. Да, это было достаточно смешно, потому что его ограничивали-ограничивали, и в результате не ограничили. В результате по неофициальным источникам прошла информация, что Дуров договорился с нашими органами, и Телеграм трогать не будут. Это здорово, потому что как мессенджер, на мой взгляд, Телеграм реально лучший. Вот именно как мессенджер. Главное не обольщаться и не считать Телеграм заменой социальным сетям. А так-то это лучше. Какой программой записывать с экрана? Ну, мы немножко дойдем до этого. С этим, в общем, все неплохо на самом деле. ICQ. ICQ жив на самом деле и прекрасно себя чувствует. Преодолев некий кризис, ICQ подсмотрел у других систем, как себя вести, и базовый функционал у себя на борту вполне себе реализовал. Система эта наша в настоящий момент. Когда-то это была израильская система, потом ее выкупили российские владельцы. Вполне себе можно пользоваться. То есть, ну и тут, в общем, альтернатива нормальная. То есть, ну уж не хуже WhatsApp точно, которым у нас многие пользуются. WhatsApp единственное удобен тем, что он эквивалентен, по сути дела, телефонному номеру и работает по телефонному номеру. Вот. Ну, это когда удобно, а когда и не очень удобно. Вот. Тем более, WhatsApp могут в любой момент отключить вместе с Facebook, который находится под самым таким... Его уже чуть ли не объявили экстремистским, хотя еще не до конца это решение принято. Вот. Решили пока не трогать, но кто знает. Далее. Ну, вообще-то, во всех соцсетях приличных мессенджеры существуют. И пользоваться ими, если вы постоянно сидите в этих соцсетях, и ваша аудитория тоже там, пользоваться мессенджерами этих соцсетей, да, нормально. Мессенджер ВКонтакте вполне себе функционирует и действует. Ну, и, наконец, если вы часто проводите, если вы в день проводите, там, 5-6 часов в вебинарах, да, ну, я не думаю, что это кто-то выдержит такой режим, но иногда бывает, да, то пользоваться вот мессенджером, по сути дела, чатом вебинаров тоже вполне себе можно. Это же касается и мессенджеров, которые реализованы в СДО. В общем, все на самом деле зависит от того, какая система для вас ведущая и в какой вы проводите много времени. Но традиционные мессенджеры, которые мессенджеры как мессенджеры, Telegram ICQ вполне себе являются, ну, даже не альтернативой. Я сказал бы, что Telegram это может быть основным мессенджером для любых действий как мессенджер. Да, ну, вот тут вот Telegram, это мой Telegram. Я, прошу прощения, не заблурил здесь своих, свои контакты, многие только заблурил. Только в области сообщений. В Telegram, возможно, кроме, собственно, самих сообщений, которые удобно посылать, присоединять разные файлы и видеосообщения делать, и трансляции, и так далее, еще можно формировать каналы и чаты. Да, я про него слышал, но не видел, честно говоря. Вот, да, чат-боты можно делать, да, это все достаточно удобно. Но еще можно делать такие сущности, как чаты и каналы. Чат, ну, это вот как чат, просто там можно устраивать совместное обсуждение. Чат удобен, но чат удобен тогда, когда все-таки число, на мой взгляд, вот до 20-30 пользователей. Когда чат на несколько сотен пользователей, и я это видел, и вот это как раз пример уважаемого мною сообщества Digital Learning, который возглавляет Паша Безяев. Вот, все-таки чат этого сообщества похож на свалку. То есть люди пишут там столько в день, что читать это невозможно. Читать это в виде единой ленты невозможно. Канал, как некая сущность, которая является надстройкой над чатом, это попытка сказать, что мессенджер Telegram на самом деле квази-социальная сеть. Ну, ничего подобного. На самом деле не решается проблема таких интенсивных и развернутых социальных контактов, как в социальной сети. Канал эту проблему не решает, потому что в канале могут писать только администраторы. Вот, и делают это от имени канала. И да, там есть кнопочка «Ответить», вы можете отметить, но это всего лишь ответ на то, что админ решил разместить. Но зато есть удобство. Я вам это все расписываю как неофит в этих системах. То есть я это понял буквально вот месяц назад. И я, наконец, у меня встало все по местам, что для чего можно применять. Вот. Но зато Telegram прекрасно можно применять, когда вы и настроены на одностороннее асимметричное общение в виде текста. То есть вы что-то пишете, вас в лучшем случае могут комментировать, но в вашем канале ничего не могут писать сами. То есть самостоятельные сообщения делать нельзя. Ну что ж, это, в общем, хорошее... Ну, то есть это отличный мессенджер, но это не соцсеть. И вот надо понимать, что если вы раньше делали в соцсетях какие-то группы, ну, например, в Фейсбуке делали какие-то группы учебные, то такого функционала в Telegram у вас не будет. Поехали дальше. Да, ICQ жив. Да, вот вы видите, тут есть и современные фишки в виде всяких значочков. Ну, на мой взгляд, они не очень нужны. Можно и YouTube посмотреть, можно и присоединить свой видеофайл, послать любой файл. Можно делать заметки у себя, просто у себя в своем ВКонтакте, как типа записной книжки. Можно делать совещание, видеосовещание, вполне себе. Не думаю, что это такая уж замена Zoom, но, скажем так, совещание на 10 человек в ICQ я видел, и это выглядит достойно вполне. Вот, все виды файлов тоже нормально передаются, все это бесплатно. Так что ICQ – это такой среднячок, на который можно вполне себе рассчитывать. Да, Telegram – это не российский мессенджер, но, скажем так, российско-ориентированный. Как я уже вот повторюсь еще раз, по некоторым неофициальным данным, но прошедшим по нашим СМИ, Дурову удалось договориться с нашими органами о том, что его Telegram не очень сильно будут давить. Что пришлось ему сдать за это, мы никогда не узнаем, наверное. Вот, ну, я думаю, что если вы не ведете какую-то серьезную политическую деятельность, то вам в Telegram не очень многое угрожает. Впрочем, это мое личное мнение, не знаю. Социальные сети. Социальные сети в обучении вполне себе можно использовать. И с удовольствием наши студенты пользуются социальными сетями. Социальные сети хорошо использовать, например, образовав в них специальную учебную группу. Прелесть этого заключается в том, что люди и так знают, как вести себя в группах социальных сетей, и не надо проводить никакого дополнительного обучения. Вот. Кроме того, функционал этих групп, он достаточно хорош. Время отклика достаточно мало. Все необходимые возможности на борту есть. Ну, практически все, да. Нет единственного чего, это интеграции с контентом, нет интеграции с системой дистанционного обучения и так далее. Но часто это, в общем, не так важно. Вот. Я, как человек, который постоянно пользовался Фейсбуком в этом качестве, и для своих курсов, наверное, на протяжении уже 7 или 8 лет делал группы в Фейсбуке, был в некотором шоке, когда это стало невозможным. И я-то в Фейсбуке остался, конечно, да. Средства есть для этого. Но нельзя рассчитывать, что каждый из ваших участников вашего курса, или тем более студентов, сможет это сделать и захочет это сделать. Вот. Поэтому волей-неволей приходится использовать те социальные сети, которые, к которым мы доступ имеем. Ну, а это прежде всего, конечно, ВКонтакте. А здесь две другие возможности поставлены с вопросом. Телеграм, как я уже сказал, теоретически можно там сделать чат и даже канал, но никакой замены в группе в реальной социальной сети это не будет. Телеграм для другого. Его можно использовать в обучении, но для другого. Рядом с одноклассниками я поставил вопрос, ну, по той причине, что, во-первых, сеть эта проявила себя как несколько маргинальная, а с другой, ну, конечно, молодого поколения там практически нет. Вопрос принадлежности той или иной стране, размещения серверов, защиты персональных данных. Я думаю, что те соцсети, которые находятся в нашей юрисдикции, для них и по силам, и, скорее всего, эта работа либо уже проделана, либо будет проделана в ближайшее время, о перенесении серверов. Вот, это вполне посильная работа, ничего в этом нет. Но Телеграм не обязан этому подчиняться, это не наша система. Это, да, он якобы квазироссийский, будем считать его квазироссийским. То есть на его нарушение в ближайшее время обещали не обращать внимания. Да, ну, это дуров-то российский разработчик, только он уехал и перевел свою программу в другую юрисдикцию. Телеграм не находится в юрисдикции российской. Вот. Ну, будем считать его квазироссийским. Однако, ВКонтакте, на мой взгляд, является для обучения вполне полноценной социальной сетью. Ну, что я могу сказать? Я в свое время некий такой личный анализ провел и для себя понял, что ВКонтакт это машина, которая едет. Это, наверное, не Мерседес и там, может быть, не какая-то Ауди. Но это вполне такая добросовестная машинка, которая едет и весь основной функционал в ней есть. Конечно, под свой... Да, ВКонтакт говорит то, что, конечно, с баном Фейсбука большое количество людей, которые имеют какой-то вес, а они только хотят вести маркетинг в соцсетях, как ранее, туда перешли и теперь там, собственно, образовался некий уже достаточно солидный пул людей, которые могут общаться друг с другом на нормальном языке и, в общем, что-то из себя представляют и с точки зрения своих компетенций и... ну и вообще. Вот, то есть ВКонтакте стремительно становится нормальной соцсетью. Вот, то, что слышал про Сфериум, но ничего не могу сказать. Я сегодня делюсь только личным опытом, он у меня не обезграничен, к сожалению. Напишите, что считаете нужным, раз... развернуто по этому поводу. Конечно, про ВКонтакт мы все можем сказать, что ВКонтакте присутствует товарищ майор, что там он будет запрещать и разрешать нам, никому не ясно, и будут ли наши... не решит ли он вдруг, что... обобщенный товарищ майор, да, разумеется, что наши обучающие программы являются каким-то образом нехорошими для нашего государства, непонятно. Что у него на уме, у этого товарища майора, непонятно. Но я думаю, что, в принципе, опять же, если не заниматься какими-то пограничными обучениями в пограничных областях, таких как политология, может, какие-то еще там области есть, да, то я рассматриваю эту... этот риск как слабый. Вот с точки зрения обучения как слабый, с точки зрения соцсети как соцсети, как средний, наверное, рассматриваю, да, потому что там уже и слова ведь не скажешь в последнее время. Вот, ну, наверное, как-то так. Вот, то есть ВКонтакте приятно удивил в последнее время. Вот в нем вполне можно работать, и мы уже в нем создаем рабочие группы учебные. Уже и я в своем курсе создавал группу, все довольны. И наши спикеры, которые ведут наши курсы в Директ Академии, тоже создают там свои группы. Так, про Сфериум, пожалуйста, обменивайтесь мнениями. Мне это тоже будет интересно, но сказать по этому поводу я, к сожалению, ничего не могу. Да, к сожалению, ВКонтакте единственная разумная альтернатива на настоящий момент. Плохо то, что она единственная, да, было у нас несколько альтернатив, вот теперь осталась одна. А, когда одна, всегда плохо, потому что может что-то случиться нехорошее. Вот. Тут есть и мессенджер, тут есть и сообщество, которое является альтернативами, не альтернативами, а, ну да, некими альтернативами групп в Facebook. Тут есть и возможности для создания видеоканалов. В общем-то, достаточно много всего. Конечно, все иногда вот кажется, что жидковато, какого-то функционала не хватает и людей нужных не хватает. Ну, я думаю, что, в общем, выбирать особо не приходится. И самое главное, что это едет. То есть, если вам не шашечки, а ехать, то вполне можно использовать. Облачные офисные продукты. Тут есть два аспекта, да. Многие из нас уже серьезно подсели на Google документы, Google таблицы, некоторые на Google презентации. Вот. И это все верно, потому что этот продукт вообще топовый. То есть, таких, столько дать процедуре, или не процедуре, как это сказать, возможности внеофисной работы, сколько дали Google документы, наверное, ни один другой продукт не дал. То есть, просто возможность работать, например, с таблицей. А таблицей является, ну, в общем, основополагающим элементом работы с данными. Ну, кроме баз данных, это более серьезное, да. А вот, что я работаю с таблицей, с менеджером, который у меня сидит в Краснодаре, а в это время другой мой сотрудник, который находится где-то там под Владивостоком, тоже может иметь доступ и смотреть из этой, брать из этой таблицы и что-то там интегрировать с ней. Это, ну, просто такая возможность, которая обеспечивает огромную эффективность нашей работы. Впрочем, это касается не только обучения, но и вообще любой работы вообще. И что же мы имеем для замены этому? Ну, пока я, с одной стороны, пока Google, я думаю, что Google, как и Microsoft, если будут уходить из России, то будут это делать последними. Ну, по крайней мере, эти инструменты там про YouTube, может быть, можно поговорить отдельно. Там какие-то сервисы он уже там не предоставляет в России. Ну, вот эти основные сервисы, почта, ну, поиски я вообще не знаю, как можно убрать, да, вот, и офисные, облачные офисные продукты, скорее всего, идут последними. Вот, ну, этому есть замена, и, наверное, наилучшая замена этому – это Яндекс.Диск. Яндекс.Диск, в общем, позволяет, на самом деле, делать многое из того, что умеют делать Google Документы, Google Таблицы и так далее. Вот, это некий аналог. Я думаю, что в среднем это такой же аналог, как и в ВКонтакте аналог Фейсбука. В общем, не суперкласс, но едет. Вот, есть и другие аналоги. Это OnlyOffice и Документы Mail. Их я, правда, не пользовался, сам не пользовался ими, но мне о них много говорили коллеги. И я хотел бы вам посоветовать… Вот, есть ссылка, кто до сих пор имеет доступ в Facebook, может ей воспользоваться, ссылка на этом слайде, где у меня в группе идет подробное обсуждение того, что может прийти на смену Google Документам. И там приведено, наверное, целый десяток различных вариантов. Я не стал их все здесь приводить, потому что проверить их все у меня возможности не было. Но, да, я знал, что Профис 365 расскажет, но дело в том, что Google Документы, они обладают еще одним свойством, о которых я сейчас поговорю. И в этом смысле вы, наверное, мало что теряете, если вам нужно просто возможности удаленной работы. Ну, как, конечно, теряете, надо перейти на новый продукт, надо по-новой научиться, по-новой использовать и по-новой группу всю свою обучить. Ну, это все можно сделать. А вот чего нельзя сделать, и в чем совершенно незаменимы Google Таблицы, это в качестве универсального интегратора. Что я имею в виду под универсальным интегратором? Дело в том, что огромное количество внешних сервисов воспринимает Google Таблицы как входное хранилище данных для последующей обработки, визуализации и всего того, для чего они предназначены. Вот, большое количество сервисов, если они вообще с кем-то интегрируются, то они интегрируются с Google Таблицами. И вот в этом качестве, конечно, Яндекс Таблиц, например, там нигде абсолютно нету, тем более, что эти сервисы не обязаны быть российскими и так далее, и так далее. Вот это для меня, да, я не проверял Mail.ru, но мне сказали, что там достаточно полноценно. Спасибо за это дополнение. Ну, будем смотреть. Я, собственно, считаю, что все-таки первый, наверное, вариант это Яндекс. Google Formus, возможность обратной связи тоже вряд ли можно заменить. Ну, ее можно заменить на Tilda форму, например, да, вот, которыми я пользуюсь гораздо активнее, например, чем Google формами. Вот, смотрите, вот пример такой Google Таблицы. Это расписание вебинаров, из которого в одно действие при помощи сервиса, который называется Glide Apps или Glide, не помню. Вот, можно сделать приложение для телефона. Это одна из тем моего курса, который только что прошел по учебному контенту, и это только один из примеров. А таких примеров несчетное количество. Только я знаю таких примеров с десяток и использую. Самый главный пример – это использование Google Таблицы для входа в Timeline.js, то есть, чтобы сделать красивую ось времени. Так же так это работает для карт, например, в сервисе Geocode for Awesome Table. Google, вот, работает вот в этом случае, работают для Flourish и так далее. И очень многие другие позволяют, сервисы позволяют взять информацию из Google Таблиц. И, к сожалению, половина этих сервисов заточена исключительно под Google Таблицы, то есть, ни с чем иным они работать, в принципе, не могут. Вот. Так, читаю, в обновленных Яндекс.Форумах появился вариант тестирования, который можно организовать на основе шаблона обратной связи. Это хорошо, хорошее дополнение. Итак, в качестве универсального интегратора замены Google Таблицам пока нечем. Будем надеяться, что все-таки с Google Таблицами у нас не все так будет плохо. Просто облачные хранилища. Ну, что тут могу сказать. Мой любимый Dropbox, который я использую уже больше 10 лет, пока работает. Но сколько он еще будет работать, я не знаю. На мой взгляд, он самое удобное хранилище, потому что это хранилище абсолютно прозрачное с точки зрения файловой системы. У вас просто есть еще одна папка, в которую вы закидываете файлы, и эта папка присутствует у вас на всех компьютерах. Все. Единственное, что Dropbox — это, конечно, облачное хранилище, которое хорошо работает для одного человека, а для многих людей не очень, потому что происходит дублирование файлов. В общем, не все там так хорошо. Но для меня лично лучше Dropbox ничего нет. Многие люди давно уже используют Google Drive и Яндекс.Дикс, потому что Dropbox, например, имеет ограничение всего 2 гигабайта. Я в свое время это ограничение обошел за счет партнерских программ в самом начале существования Dropbox. И за счет того, что я много где распространил Dropbox, у меня сейчас около 20 гигабайт, что мне вполне хватает для документов. Ну, конечно, этого не хватает для видео и так далее. Ну, это, в общем, мне не особо и надо. Вот. В общем, я пока с Dropbox никуда не перехожу, но если что-то случится, придется переходить, видимо, на Яндекс.Диск. Есть вариант то же самое облако Mail. Вот оно справа показано. Я не пробовал, но говорят, что там тоже есть жизнь. То есть там можно вполне работать. Google Drive как промежуточный этап. Как я уже говорил, Google, скорее всего, все-таки воздерживается от резких движений. Google Drive тоже вполне себе можно использовать. То есть здесь, в принципе, альтернативы есть. А кое-кто эти альтернативы изначально и использует, и даже никогда и не использовал иностранные облачные хранилища. Здесь все не так плохо. Сервисы рассылки. Тут тоже все не так плохо. Резкое движение совершил MailChimp, который является в некотором смысле таким, ну, международным стандартом в некотором смысле. С ним тоже интегрируется огромное количество разных сервисов. Та же наша Tilda с ним интегрируется и так далее. MailChimp совершил резкое движение и в одночасье забанил всех россиян вместе с их оплаченными контрактами. Правда, говорят, даже не дав скачать базы. То есть из всех упомянутых мною брендов, наверное, он совершил самое резкое, недружественное действие в отношении россиян. Правда, говорят, что потом он немножко дал назад. Не знаю, может быть, кто-то знает это. Может, что-то потом изменилось в лучшую сторону. Но в любом случае оттуда надо уходить при первой возможности базы копировать и переходить куда-то. Сент-Пульс. Сент-Пульс формально русскоязычный сервис. Беда в том, что его центральный офис, что не означает, что юрисдикция его находится на Украине, но его центральный офис находится в Чернигове. Центральный в смысле не центральный, а самый большой офис находится в Чернигове. И это, наверное, говорит о многом. В частности, на настоящий момент я как раз пользуюсь Сент-Пульсом. Все рассылки осуществляются. Работа идет кроме одной функции. В Helpdesk вы обратиться не можете. Появляется плашка на вашей территории. Эта опция не работает. Что там будет дальше, не знаю. Из крупнейших русских сервисов, у нас, российских, прошу прощения, у нас остался Unisender, который я проводил специальный опрос. Большинство из моих знакомых, из тех, кто использует российские сервисы, используют Unisender. Это опрос был в Фейсбуке. Во ВКонтакте я тоже проводил опрос, но там совсем мало приняло участие людей. Там победила Dasha Mail. Unisender почти как Сент-Пульс, но немножко процентов на 10 дороже. Даша Mail. Те, кто ей пользуется, говорят, что вполне нормальный продукт. Тоже ей можно пользоваться, но она в последнее время вроде бы как тоже подорожала и приближается к Unisender. Ну и наконец, Сенсей. Я о нем ничего сказать не знаю. Сам не пробовал, но люди приходили ко мне в комментарии и писали, что это вполне сносная система. Да, запись вебинара будет обязательно доступна. Так, идем дальше. Да, ну вот, например, это ценник Unisender. Здесь видно, что за бесплатно можно отправлять по базе из 100 контактов и до 1500 писем. На самом деле, все практически системы примерно такое же условие предлагают. Ну, Dasha Mail только 2000, например, вместо 1500. Но это ни о чем. Для любых образовательных маркетинговых служб, а если вы сами предлагаете услуги, то, соответственно, вы сами себе занимаетесь маркетингом, это абсолютно ни о чем. 1500 писем в месяц – это ни о чем. Это только для того, чтобы попробовать бесплатно, еще не платя системе, попробовать ее и врубиться в функционал. Ну, вот так. Если рассылочная система – это маркетинг, то маркетинг не может быть абсолютно бесплатным. С этим приходится мириться. Конструкторы сайтов. Ну, и вообще контента, да? Ну, тут я на первый… Тут вообще все здорово. Я на первый план ставлю Tilda, которую пользуюсь чуть ли не с момента ее начала существования. Это полностью российский сервис. Тilda, причем это сервис, который, ну, я бы сказал, его качество соответствует мировым стандартам. Качество всего практически, что оно делает. Ну, есть, конечно, и к ним определенные, там могут быть вопросы. Вот. Тем не менее, я считаю, что я использую Tilda именно для обучения уже лет 7 или 8. Вполне доволен и буду продолжать использовать ее для публикации учебного контента. Tilda – это, конечно, никакая не система дистанционного обучения. В ней есть простенький тестик, простенький, как это называется, движок, тестовый движок. Вот. Ну, ничего серьезного в этом смысле сделать нельзя. Но, с другой стороны, с точки зрения публикации контента, с точки зрения структурирования контента, это, на мой взгляд, наилучший выбор. И ни один конструктор внутри любой СДО даже близко не приближается к возможностям Tilda. Особняком стоит, наверное, сервис удоба, который является не столько конструктором, ну, то есть, это вообще не конструктор сайтов, это, скорее, конструктор контента, который позволяет во многом восполнить недостаток в различных сервисах иностранных. Вот, вполне себе так нормальный и разумный сервис, который можно использовать. Платно-бесплатный сервис iSpring. Мы, кстати, ждем в гости главу iSpring. Если все сложится, то в апреле, в крайнем случае в мае, мы его в этой самой рубрике с удовольствием послушаем. В iSpring есть ряд бесплатных функций прекрасных, ну, например, функция для записи экрана, для iSpring FreeCam, который я часто использую. Вот, при помощи нее можно делать нормальные скринкасты. Ну, впрочем, так все там скромненько очень. Вот, ну и платные системы. Это Курслаб и... А забыл, как называется. Е-курс от Гиперметода тоже всегда у нас под рукой. И там даже есть какие-то такие бесплатные квази-инструменты, которыми тоже вполне можно пользоваться, облачные. Вот, с этим все нормально. Здесь я... Ну, хотя люди, которые привыкли пользоваться, например, Articulate возможностями, продвинутыми возможностями для формирования курсов, они, конечно, немножко в панике. Игорь, почему ненормально? Что ненормально? Где ненормально? Чем именно... Я прошу прощения, с Игорем мы давние друзья, поэтому я называю его на «ты». Вот, напиши, пожалуйста, развернуто. Мне очень интересно твое мнение на этот... YouTube. YouTube я поставил отдельно, потому что это сервис, который, ну, настолько важен. И для обучения еще больше, для деятельности, просветительской деятельности, что его мало чем можно заменить. Впрочем, тут есть два аспекта. Да? И какой аспект? Если вы используете YouTube как место парковки своих видеофайлов, и не более того, не ставите целью ни монетизации, ни развития сообщества вокруг вашего канала, ничего другого, то, в общем, вы теряете немногим, перейдя на ВКонтакте. Да, вот тут, видите, я тут попытался размером логотипа показать свое отношение к данным продуктам. Вот YouTube здесь есть, он маленький очень. Знаете, почему он маленький? Ну, потому что он на самом деле с технической точки зрения абсолютно на многие-многие порядки не сравним с YouTube. Rootube – это владелицем его является, если не изменяет память, Gazprom Media. Они начали было его развивать, но туда, в общем, туда даже залить не так просто. Иногда приходится ждать. В качестве альтернативы еще совсем недавно я бы предложил Яндекс.Дзен с системой продвижения достаточно неплохой. Но то, что с ним случилось в последнее время, когда он почти все свои плюшки зарезал, и теперь там такого продвижения, как раньше, нету. В общем, создание сообщества на основе роликов, которые вы кладете в Яндекс.Дзен, стало несколько таким сомнительным. Ну, посмотрим, что дальше будет. Вот. Вконтакте. А вот вконтакте вполне можно выкладывать ролики. И не просто выкладывать ролики в виде сообщений, но и делать некое подобие, слабое подобие, правда, каналов на YouTube. Это, ну, в общем, вроде бы как работает, но я пока не пробовал туда выкладывать 1100 роликов длиною в полтора часа, как мы это делали на YouTube. На YouTube у нас сейчас сообщество составляет 10,5 тысяч человек, подписчиков. Вот. Как там будет жизнь в Вконтакте, я не знаю. Вот. YouTube с точки зрения удобства общения с сообществом, возможно, для кого-то монетизации, хотя для российских блогеров уже монетизация закрыта, это альтернативы, ну, просто нету, наверное. То есть это настолько удобная вещь. В нее вложены такие миллиарды, что ни один сервис внутри России вряд ли к удобству этой системы не сможет приблизиться. Будем надеяться, что YouTube окончательно не поссорится с российским государством. Вот. Потому что YouTube за последние пять лет в нем настолько развились качественные каналы, посвященные в частности просветительской деятельности. Такое огромное количество каналов качественных, которые нас просвещают, Вот. Это был просто ренессанс просвещения. Я примерно такую же волну помню только в 70-е годы 20-го века, но это была книжная волна, если вы помните, книги с серии Эврика и так далее. Вот в последнее время примерно то же самое происходило в YouTube. Все это происходило потому, что существовала монетизация, и эти люди могли тратить по 30, 40, 80 часов на качественные ролики, вот, и выходить с ними. То есть это была практически работа для них. Что будет теперь, не знаю. Ну и последняя альтернатива, которая пока никак себя не проявила, это Vimeo. Об этом, это не российский. Облако для видеороликов, она всегда рассматривалась как элитарная альтернатива YouTube. И всегда ему проигрывала в массовости. Но может быть сейчас, если какой-то альтернативой она и послужит. Так, читаю, что пишет Игорь. На РБК говорили, что после отмены монетизации YouTube и Facebook вырос трафик ВК, вот TrueTube вообще не вырос. Совершенно верно. TrueTube пока не рабочий вариант. Полностью согласен, Игорь. Дальше. Поиск. С поиском все нормально. Яндекс нормальная альтернатива Гуглу. За исключением одного момента. Это поиск по картинкам. Поиск по картинкам в Гугле устроен гораздо интереснее, удобнее и, в общем, класснее, чем в Яндексе. Ну и кроме того, в Гугле, конечно, база по индексу побольше. Ну и все такое. При поиске по русскоязычным документам, я думаю, что Яндекс не уступит Гуглу ни на йоту. А во всем остальном надо смотреть и сопоставлять. Я Яндексом, для общего поиска, я Яндексом пользуюсь уже 20 лет. И, в общем, на Гугл не думаю переходить. А вот в качестве поиска по картинкам, а это я, наверное, в день раз в 10 захожу в поиск по картинкам, я пользуюсь только Гуглом, и это очень удобно. Вот. Ну нет, так перейду на Яндекс.Картинки, ничего страшного. Ну, что-то в этом потеряется. В Гугл.Картинках можно подобрать почти все. Все, что здесь сейчас размещено, было подобрано в Гугл.Картинках буквально в течение полутора часов. Сервисы визуализации. А вот здесь все очень плохо. И на этой ноте мы с вами закончим. Ну, я еще пару слов, наверное, оптимистичных все-таки скажу. А мне всегда в Яндексе искать картинки, и все остальное больше нравилось. В лесу можно узнать, не ядовит ли найденный гриб. Ну, в Яндексе не то, чтобы совсем был плох поиск по картинкам, но с интерфейсной точки зрения меня он сильно раздражает. То есть он как-то, что-то как-то негуманно там. Вот. И по количеству найденных картинок, конечно, он сильно уступает Ютьюбу. Впрочем, когда вы точно знаете, что ваша картинка имеет российские корни, наверное, найти ее в Яндексе может быть и неплохо. Я вот слева тут привел те сервисы, которые я постоянно использую и которым найти аналоги в русском сегменте не очень-то получается. Прежде всего, это сервис Flourish для владеет Google в настоящий момент, хотя изначально это был отдельный сервис. Для классной инфографики. Сервис карта, к сожалению, уже заявил о том, что новые аккаунты из России он не создает. Со старыми аккаунтами работает аккуратно. Вот, то есть можно продолжать работать. Он это приурочил к этот сервис. Он очень крутой сервис, картографический сервис. Приурочил к переходу на новый интерфейс. И вот в новом интерфейсе новый аккаунт создать невозможно. С этим я столкнулся совсем недавно, когда один из участников моего курса не смог это сделать, что было, в общем, домашним заданием. Дата рэпер – отличный сервис с немецкой локализацией. Ну, возможно, немцы не так сильно будут нас гнобить. Не знаю, как это получится дальше. Вот, ну, там можно сказать, что это некая альтернатива Flourish. Хотя они полностью не перекрывают друг друга. Лучше бы пользоваться и тем, и другим. А сервисы, несколько сервисов, спиток сервисов. Группы NITLAB из северо-восточного университета США. Это Timeline.js, StoryMap.js и некоторые другие сервисы менее известные. Пока работают. Возможно, как не коммерческая группа, а университетская, они, может быть, более лояльно к нам отнесутся. В общем, пока все работает. У меня на этих сервисах очень много всего сделано, и я с ужасом жду, что будет, когда они закончатся. Альтернатив я не вижу. Сервис WordArt для того, чтобы делать облака слов, он по непроверенным данным сделан российским гражданином, но это никак не проявляется. Он в интернете присутствует как международный сервис в локализации.com. Как он себя будет вести, не знаю. Вот совсем недавно проверял, вроде бы как работало. Сервис Glide, о котором я сейчас говорил только, это сервисы, сервис, при помощи которых можно из Google таблички быстро в течение 20 минут сделать приложение для смартфона, тоже пока работает. Как там дальше будет, тоже совершенно непонятно. Аналогов я в российском сегменте не знаю. А что знаю, я уже сказал. Это сервисы Tilda, сервис Udoba. Сервисы, в общем, хорошие, но не покрывающие всех тех возможностей по визуализации и структурной работы с контентом, какие есть вообще в мире. Так что здесь все не очень хорошо. Вот. И вот пока я вам тут это все говорил, пришло интересное сообщение мне по Телеграму. Владелец и SEO, насколько я понимаю, вебинар.ру обещает нам, если не сам прийти и в нашей рубрике провести, план B провести какое-нибудь мероприятие, то кого-то из своих людей прислать, чтобы они провели нам мероприятие. Вот на этой оптимистичной ноте я хотел бы завести закон. Про Canva. Про Canva не знаю. Может быть, кто-то мне скажет. Мне сказали, что Canva пока работает, но непонятно, что с ней дальше будет. Canva, конечно, один из ведущих сервисов, который стоило указать. У меня с ним почему-то не сложились отношения, поэтому я не... Но вообще это прекрасный сервис, несомненно. Да, еще, наверное, имело смысл сказать о доске, как же ее... Которые сначала были ребята из Перми, а потом стали международной организацией. Miro, да? А вот Miro, они-то разработчики-то русские, но они говорят уже, ввиду того, что перешли в другую юрисдикцию, они уже как-то себя не очень хорошо проявили и что-то уже отказались делать. Впрочем, может быть, кто-то об этом знает больше. Вот. Вот такой мой личный опыт и мои личные соображения по поводу того, что можно и что нельзя. Я надеюсь, что эти личные соображения для кого-то окажутся полезными и, может быть, вам станет немножко понятнее, что делать после того, как вы приняли участие в вебинаре. Как я обещал, я под конец всегда даю информацию о сертификатах. Одну минутку. Итак, через 5 примерно минут после окончания вебинара, может быть, раньше, иногда через 3 удается это сделать, сертификаты будут выданы и их можно будет приобрести вот здесь. Так, а чего это у меня не... Почему-то у меня не... Вот. Вот по этому адресу. Ну что ж, спасибо, что пришли ко мне. Я думаю, что, наверное, такой последовательный учебный вебинар на эту тему сейчас и невозможно провести, потому что все меняется буквально каждую минуту, каждый день приходят новые сведения. Но думаю, что некие тенденции я вам пояснил и, наверное... Ну, я надеюсь, что это будет для вас полезным. Коллеги, спасибо, что пришли. Спасибо тем, кто меня знает и был здесь. Я очень рад, Игорь, что ты тоже здесь был. И остальные друзья, которых я тоже знаю. Мне приятно встречать ваши фамилии в чате. Всех остальных тоже благодарю. И напоминаю, что Директ Академия выходит в эфир каждый рабочий день, иногда даже по два раза. Вот. Приходите на наши вебинары, вам будет обязательно интересно. О ближайших новинках вы всегда можете узнать на нашем сайте. Спасибо, друзья. До новых встреч в Директ Академии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...